Замерзающие жители в Ставрово требуют призвать к ответу тех, кто готовил посёлок к пуску тепла. Подробности расскажу вам я, Евгений Локтионов. План по призыву увеличен. Этой осенью в ряды вооружённых сил из нашей области нужно призвать на 350 человек больше, за счёт кого будет пополняться армия. Сегодня во втором роддоме провели день открытых дверей. Здесь детская смертность в два раза ниже областной. Подробности вам расскажу я, Ирина Очарова. Посмотрите новости 24 на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Тепло пошло. Сегодня в посёлке Ставрово наконец заработала поселковая котельная. Лишь под давлением общественности, муниципалитету и местному заводу, от которого зависит судьба жителей, удалось договориться. Несмотря на многомиллионный долг, котельная заработала. На каких условиях люди получили тепло, узнал Евгений Локтионов. Провести шествие протеста от завода до мэрии Ставровчанам не разрешили. А накануне утром организатору акции, общественнику Андрею Фролову, по телефону посоветовали людей не будоражить и даже угрожали последствиями. Нам митинг не подписали. И буквально сегодня с утра я получаю звонок якобы от сотрудника ОФСБ, что не в моих интересах и предупредили меня проводить митинг. Впрочем, отменить митинг было уже не под силу. К 9 утра к зданию Дома культуры со всех сторон стал стягиваться народ. Попасть внутрь удалось далеко не всем. Местный мэр попытался убедить собравшихся, что тепло пошло. Однако люди запротестовали. Ведь появившийся был дымок над котельной, вдруг пропал. Вот сейчас уже на данный момент тепло пошло. Вчера было принято решение. Сейчас поле нет. Нет, ну что вы верите? Мы с вами собрались для того, чтобы понять причины, выяснить причины, что делается, какие планы. Причина задержки пуска тепла в Ставрово банальна. Муниципальное предприятие ЖКХ за два прошлых года задолжало собственнику котельной местному заводу 34 миллиона рублей. Долги были накоплены еще в те времена, когда монпредприятие принадлежало району. И якобы накопили эти долги вовсе не Ставровчане, а жителю Черкутина, Рождественского и прочих сел. Но вот парадокс. Там уже отопление дали. И в Черкутине, и в Рождествене. Я всем звонила. Там топится тепло. И посмеиваются над нами. Глава парировал. Теперь муниципальное предприятие принадлежит не району, а поселку. А значит, долгов копить некому, а старые потихонечку погасятся. Многое в этой ситуации зависело от воли собственника завода. Топить в долг предприятие до последнего отказывалось. Хотя прокуратура и предупреждала о незаконности действий. Общественники предложили прямо в зале заключить трехсторонние соглашения. В 2011 году был разговор тоже такой же. Дали отопление, народ успокоился, глава забыл. Давайте поступим так. Сегодня мы составили соглашение. В конце этого три всторонние соглашения подпишут. Глава завода, глава администрации и представители общественности. После полуторачасового обсуждения соглашение было таки подписано. Мэрия поселка взяла на себя ответственность погасить скопившуюся задолженность, а это 34 миллиона рублей. В трехмесячный срок. Мы дали тепло, не получив на сегодняшний день ни копейки. Мы получили только устные заверения о том, что текущая задолженность будет погашена до 31 декабря 2013 года. Как только соглашение было подписано, из трубы снова потянулся дымок. Первыми теплоносителем заполнили здание местной школы и детского сада. Обошлось без аварий и к полудню радиаторы заметно потеплели. В школе было, конечно, холодно, занятия мы не прекращали. Мы просто ввели режим, мы сократили уроки, увеличили физкульт-минутки, ну и детям, конечно, разрешили ходить в первой обуви и тепло одеваться. И вот сейчас, вы уже видите, прошло в течение, сколько времени, половины двенадцатого, у нас батарея горячая. После обеда тепло начало поступать и в жилые дома. Ставрово больше не замерзает. Вот только надолго ли? Во многом это зависит от расторопности местной власти, которой за три месяца теперь предстоит отдать то, что копилось годами. Евгений Локтионов, Иван Людков, Шестой канал. План по призыву увеличен. Этой осенью ряды российской армии должны пополнить 1850 новобранцев из нашего региона. Это на 350 человек больше, чем ожидалось. В областном военкомате не скрывают. Справиться с поставленной задачей нелегко, но возможно. Кто же пойдет служить, узнал Алексей Дудин. Отправить в армию на 350 человек больше. Эту задачу военные комиссары области должны выполнить к 30 декабря. Причина увеличения плана призыва – катастрофа на Дальнем Востоке. Наводнение показало – людского ресурса в случае возникновения ЧАЭС недостаточно. А большая часть граждан задействованных при ликвидации опасности – именно солдаты-срочники. Учитывая то, что норма достаточно высокая для нашего региона, хотя выполнимая по всем показателям, надо сплачиваться и вести эту работу, вовлекая, еще раз хочу сказать, общественность, уличкомы, домовые комитеты, управляющие компании, руководители предприятий, где работают родители данных призывников. Правда, наводение на Дальнем Востоке не означает, что эти дополнительные 350 человек отправятся именно туда. Нет, большинство солдат по-прежнему будут отдавать долг родине в местах, где не свистят пули и не выходят из берегов река. Тем не менее, план есть план, и выполнять его нужно. Особенно важно решить проблему с уклонистами. Серьезной проблемой остается также то, что в письменных обращениях на розыск призывников, сотрудников, сотрудниками военных комиссариатов часто не указывается информация о возбуждении дела о производстве об административном правонарушении или возбуждении уголовного дела в отношении лиц, не исполняющих володинскую обязанность. То есть это как раз говорит о том, что здесь нам нужна большая четкость в бумагах и большая оперативность во взаимодействии. Вот прошу на это в период призывной кампании обратить особое внимание. Действовать надо в соответствии с нормами закона. За весеннюю кампанию от армии пытались убежать 27 призывников. Большинство из них проживают в Коврове, Гусь-Хрустальном и Ленинском районе Владимира. На семерых завели уголовное дело. Троих осудили. Но есть и другие цифры. Так, 28 человек были возвращены с областного призывного пункта по состоянию здоровья. И здесь уже вопросы к специалистам из медкомиссии. В инкомате предполагают, что из-за задержек в зарплате врачи не слишком тщательно проверяют призывников. Кстати, долг уже составил 2 миллиона рублей. Практически за проведение этой работы мы рассчитались за первый квартал 2013 года. Хочу обратить внимание председателей призывных комиссий в том, что эта работа продолжается. Деньги на эти нужды истребуются. По итогам весенней кампании собравшиеся отметили те районы области, которые справились с поставленной задачей на отлично и пожурили тех, кто недоработал. Тем не менее, до Нового года мобилизоваться придется всем без исключения на особом контроле недоработавшие Александровский и Визняковские районы. Алексей Дудин, Ян Захаров, 6 канал. На платную медицину жалуются, а бесплатно обследоваться не хотят. До конца этого года в рамках диспансеризации населения осмотра врачей должны были пройти примерно 185 тысяч жителей области. Но до поликлиник дошло только 60 тысяч человек. Мендоскопию, колоноскопию, даже определение липидного профиля, это специализированный анализ крови, предлагают пациентам пройти абсолютно бесплатно. Но даже это не привлекает людей. И вот результат. У нас смертность от анкозаболеваний во Владимирской области выше в два раза, допустим, почти, чем во всей России. А это с чем связано? Потому что рак выявляется на третьей-четвертой стадии. Еще один больной вопрос здравоохранения – работа скорой помощи во Владимире. Пациенты иногда часами ждут приезда врачей. Сейчас созданы три педиатрические бригады, которые выезжают только к маленьким пациентам. Но кадровый голод не дает решить вопрос кардинально. Новенькие реанимобили стоят без дела. Работать на них просто некому. Конечно, бригад надо больше. Надо 36 бригад иметь. 36. А у нас 17-18. Поэтому какая огромная нагрузка. Тем временем малышей в регионе становится с каждым днем все больше. Только во втором Владимирском роддоме за последний год родилось 3260 младенцев. Кстати, этому родильному дому уже 56 лет. Сегодня там самый низкий уровень младенческой смертности во всем Центральном федеральном округе. Об инновационных технологиях в работе второго роддома расскажет Ирина Начарова. Вам говорили, кто у вас? Да, мальчик. Мальчик, я согласна. Сердце бьется, патологии нет. Этот малыш вот-вот появится на свет. У Марии 38-я неделя беременности. Первый ребенок, да, конечно, очень волнуюсь. Но я думаю, я в надежных руках. Сюда едут рожать из Кольчугино, Вязников и других городов области. Наплыв рожениц наблюдался в прошлом году, когда в регионе закрыли сразу 7 роддомов. Тогда здесь на свет появились 3260 младенцев. Рекордный показатель среди всех роддомов региона. Мы очень хотим, чтобы заработали роддома в Вязниках, в Собинке, Суздале. Мы видим женщин, рожащих в дороге. Мы видим женщин, которые приезжают к нам с младенцем между ног. Сейчас в городах, где были закрыты роддома, открыли экстренные родильные залы. Но рожать в таких условиях могут себе позволить только очень здоровые женщины. В большинстве случаев врачи сами отправляют роженицу в Владимир, чтобы исключить риск для здоровья матери и ребенка. Здесь, в отделении интенсивной терапии, под круглосуточным наблюдением находятся малыши, у которых выявлены проблемы со здоровьем. Практически около каждого ребенка установлен монитор. Он отслеживает не только частоту сердцебиения, но и уровень насыщения крови гемоглобином. Эпоксию легко устраняет кислородный концентратор. Просто к лицу поднесли, и уже дополнительная подача. Этот аппарат называется лучистое тепло. Безопасный источник тепла особенно необходим, когда ребенку нужно сделать капельницу. Аппараты для глубоко недоношенных бережно помогают малышам окрепнуть. Обыденной давно стала и процедура нейросонографии. Татьяне Кирилловой достаточно всего нескольких секунд, чтобы понять, что этот малыш будет большим умницей. Главное, мозг, 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 а разве? Правильно, красиво. Я думаю, что в школе надо будет учиться хорошо. Здесь все условия, чтобы родить благополучно. То есть квалифицированный персонал, начиная от акушерки, заканчивая главврачом. Именно главврач роддома Ирина Кирюхина лично добилась, чтобы генетический маркер во Владимирской области стал обязательной процедурой. Буквально пару месяцев назад в роддоме стали абсолютно бесплатно делать этот специальный анализ на наличие врожденных отклонений и развития. Беременные могут уже на 11-й неделе узнать, все ли нормально с малышом. Мы по нашей статистике видели, что женщины рожали с либо минимальными генетическими отклонениями детей, либо достаточно крупными пороками. В их распоряжении видеолекции ведущих профессоров страны. Младенческая смертность – полтора процента. Лучший показатель в Центральном федеральном округе. А мечтает коллектив о капитальном ремонте. И о том, что когда-нибудь эту площадь перед роддомом украсит скульптуру, олицетворяющую семью. Ирина Начерва, Артем Горчаков, Шестой канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Выращивали коноплю. За культивирование наркосодержащего растения в Александровском районе наркополицейские задержали двоих местных жителей. У 44-летнего мужчины на приусадебном участке обнаружили около 60 растений, наркосодержащие конопли. Кроме этого, в доме нашли уже готовую к употреблению марихуану. Второй фигурант дела – 29-летний житель Александровского района, двоюродный брат подозреваемого. Все это – результат операции МАК-2013, проводимой Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. На данный момент полицейским удалось изъять из оборота более 53 килограммов наркотических средств растительного происхождения. Оформляла кредиты с подлогом. Жительницу города Коврово подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Сотрудница банка оформляла кредитные договоры на имя жителей Владимира, после чего обналичивала деньги по подложным документам. Сумма мошенничества составила более 1 миллиона рублей. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено 6 эпизодов преступной деятельности фигурантки. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Женщине грозит лишение свободы до 6 лет. Сегодня утром улица Добросельская превратилась в огромную пробку. Причиной стали дорожные работы. В мэрии объясняют, в условиях дождливой осени дорожные строители вынуждены ловить буквально каждый погожий час. Последние два дня поработать не получилось из-за снега. Дорожники укладывают асфальт узкими полосами, оставляя максимально широкий проезд для автомобилей. Но в час пик и это не помогает. Работы на Добросельской должны завершиться в ближайшее время. Сегодня гость в студии 6 канала, представитель законодательного собрания региона Владимир Киселев. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. И первый вопрос к вам. Итоги избирательной кампании. Ваши оценки, качественный, количественный состав законодательного собрания. Во-первых, мне бы хотелось благодарить всех жителей города Владимира, которые пришли на выборы, которые проголосовали за кандидатов в депутаты законодательного собрания, за губернатора нашей Владимирской области. Сегодня в области создана новая власть, которая работает, уже начала работать на благо жителей нашего города Владимира и в целом региона нашей Владимирской области. Что касается количества качественного состава, то избрано законодательное собрание в количестве 38 человек. 38 всего депутатов, 32 депутата представляют партию «Единая Россия», 2 депутата ЛДПР и 1 «Справедливая Россия». Очень приятно, что у нас увеличилось количество женщин в законодательном собрании. В прошлом созыве их было 7 человек, в этом 8 человек, на одну женщину больше. В целом, я могу сказать, что подобрался очень работоспособный коллектив, и мы считаем, что те задачи, которые ставят сейчас перед собой законодательное собрание, мы сможем очень плодотворно и активно решать. Вы получили огромное количество наказов и обращений от горожан и жителей области. Что с ними будет? Я вот получил только во время избирательной кампании около 10 тысяч наказов. Плюсом еще у нас работает горячая линия законодательного собрания. С начала работы на горячей линии порядка 5 тысяч различных звонков поступило на горячую линию. Итого в общей сложности, вот только по моему направлению, плюс горячей линии около 15 тысяч наказов. Всего в области, мы сейчас собираем со всех депутатов вот эти предложения, наказы избирателей, получается около 80 тысяч различных наказов. А многие из них, конечно, дублируют друг друга, потому что огромное количество вопросов и жалоб на работу управляющих компаний, огромное количество жалоб на работу системы здравоохранения нашей Владимирской области. Поэтому мы сейчас проводим аналитическую работу, в первую очередь, с таким большим количеством наказов, потому что нельзя просто так взять и в один момент решить. Понятно, что это невозможно сделать, даже за год, за два, в течение пяти лет придется эти вопросы решать. То есть первая задача – систематизировать по направлениям. То есть конкретный специалист, специалист отдельной категории вопросов будет закреплен в законодательном собрании. Потом мы направляем письма в администрацию города. Администрация города смотрит по принадлежности, предположим, лета управляющей компанией, или это ТСЖ, или можно включить федеральную программу в какую-то по ремонту крыш, конкретный объект. После этого администрация города дает нам аргументированный ответ, в какие сроки та или иная проблема будет решена. Мы занимаемся конкретно со всеми запросами. Мы их распределяем по направлениям, собираем ответы и контролируем, насколько качественно, быстро и в какие сроки решен тот или иной вопрос. Вы уже сказали, что работала горячая линия ваша. Будет ли она работать теперь, после выборов? Я могу сказать, что горячая линия у нас работает уже порядка года, наверное. И она очень хорошо себе разрекомендовала. Она у нас работает не только на выборы. Она у нас начала работать в прошлом году, как раз осенью прошлого года. И, конечно, очень важно, что это постоянная связь с людьми. То есть человек может в любой момент позвонить по этому телефону на горячей линии, в любой момент задать свой вопрос, либо получить аргументированный ответ на этот вопрос, либо мы, опять же, берем время, предположим, 15 дней, месяц, на решение конкретной проблемы, конкретной задачи. Очень много нам звонит не только из Владимира, значит, наших граждан. Из области очень многие звонят. И, как правило, мы стараемся помочь. То есть половина, где-то около половины вопросов мы решаем сразу. Еще где-то вот примерно половину следующей части, значит, одну четвертую часть всех вопросов решаем. Какие-то определенные сроки, предположим, там в течение месяца, полутора месяцев. Ну, есть вопросы, которые практически нерешаемые. Эти вопросы, к сожалению, значит, иногда и год, и два приходится решать. Такие вопросы, которые требуют серьезного капиталовложения, серьезных денежных средств. Владимир Николаевич, можете ли Вы сказать об основных направлениях работы нового состава законодательного собрания? Первое и самое главное направление. Я уже собрал и депутатов законодательного собрания именно по этому вопросу, и весь аппарат законодательного собрания поставил четкую задачу. Главное – это наши люди. Это общение с людьми, это ответы на их вопросы, это помощь им в решении конкретных проблем. И вот на основе пожеланий граждан написание законов и других нормативно-правых актов. То есть мы должны понимать, что законы для граждан, а не наоборот. У нас иногда думают, что наоборот бывает, что граждане для законов. То есть мы пишем законы, а граждане потом там пытаются что-то разобраться. Я считаю, что должно быть наоборот. Сначала мы должны получить информацию от людей, от всех категорий наших жителей, и от органов власти, в том числе ниже стоящих. Соотнести вот эту информацию с вышестоящими законами, понять, в каких рамках мы можем что-то изменить. У нас рамки определены федеральными законами. И в этих рамках мы можем помогать нашим гражданам, принимая законы, постановления законодательного собрания и другие нормативно-правые акты. Вот два основных приоритета. Первый – это люди, и второй – это законы и нормативно-правые акты. Спасибо. И последний вопрос. Фракция «Единая Россия» из законодательного собрания составляет, объединила 32 депутата из 38, как вы уже и сказали. Не придет ли такой расклад сил к политическому застою в областном парламенте, ваше мнение? Ну, на самом деле, теоретически такая опасность есть. Потому что, когда одна политическая сила у власти, а другие силы не имеют права голоса, как это было у нас и в советское время, тогда, с одной стороны, все вопросы решаются очень хорошо, с другой стороны, нет никакой критики. Этого быть не должно. И мы сейчас настаиваем на том, чтобы часть функций в работе комитетов законодательного собрания, в работе руководства законодательного собрания была отдана позиции. Вы знаете, что на прошлом заседании законодательного собрания, где избирали председателя законодательного собрания, заместителей председателя, одно место отдано коммунистам. То есть заместителем председателя Законодательного собрания стал Бобров Анатолий Владимирович, первый секретарь обкома КПРФ. То есть у нас три заместителя, два единороссца, один коммунист. Мы планируем также, что на ближайшем заседании Законодательного собрания, это произойдет 9 октября, несколько постов еще будет отдано и членам Коммунистической партии, хотя их всего трое, и членам ЛДПР, хотя их всего двое, и одному члену Справедливой России. Думаю, что вот такой вот подход, несмотря на то, что сегодня 32 депутата Законодательного собрания могли бы занять все посты в Законодательном собрании, такой подход позволит нам решать вопросы именно качественно, потому что очень важно слышать меньшинство. Нельзя говорить, что вот такая толпа большая, поэтому она правая, а здесь несколько человек, они не правы. На самом деле это не так. Мысли хорошие, правильные могут быть и оппозиции, и эти мысли в обязательном порядке мы должны обсуждать, мы должны консолидировать, и мы должны на основе обсуждения, всестороннего обсуждения, принимать решения. Только так можно работать. Спасибо. Мне остается пожелать вам удачи в работе. И я напомню только, что мы беседимы с председателем Законодательного собрания региона Владимиром Киселевым. И последний, кто сегодня принимает поздравления с юбилеем, зачем нужно выезжать на работу раньше, и что за ДТП произошло в центре Владимира, ответ узнает Иван Людков, который, как известно, все новости узнает из Твиттера. Утром Константин Белов в Твиттере написал, что на Добросельской пробка начинается задолго до перекрестка с Суздальским проспектом. А Юрий Борисов рассказал, что Большая Нижегородская из Доброго окрашена в кровавый цвет на Яндекс.Картах. Павел Кузнецов также оказался сегодня заложником дорожной ситуации в Добром, и в Твиттере написал, что теперь будет закладывать в свой маршрут лишние полчаса, чтобы добраться до работы. После обеда Твиаккаунт пресс-службы администрации города сообщил, дорожные работы на Добросельской завершатся в ближайшее время. Дмитрий Билан через свой микроблок рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выдвижение кандидатуры российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Роман Комов сообщил о том, что около Руслана и Людмилы пьяный водитель легковушки протаранил три машины и светофор. И последнее. Антон Алексеев поздравил главу Владимира Сергея Сахарова с юбилеем. Именинник сегодня празднует свой 45-й день рождения. Не могу не присоединиться ко всем поздравлениям в адрес юбиляра. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если же вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66. И вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин